всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу господь говорит самуил отрок самуил служил господу при или слова господне было редко в те дни видение были нечасты и было в то время когда или лежал на своем месте глаза его начали смежаться и он не мог видеть и светильник божий еще не погас и самуил лежал в храме господнем где ковчег божий позвал господь к самуилу самуил самуил и отвечал он вот я и побежал к килью и сказал вот я ты звал меня но тот сказал я не звал тебя пойди назад ложись и он пошел и лег но господь в другой раз возвал к самуилу самуил самуил он встал и пришел килью вторично и сказал вот я ты звал меня но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Или, что Господь зовет отрока. И сказал Или, Самуил, пойди назад и ложись. И когда за ущип позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на место свое. И пришел Господь и встал и возвал, как в тот и в другой раз. Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори Господь, ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. И объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечистуют и не обуздывал их. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юриуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова